Здравствуйте, дамы и господа, это Гарри Смод совместно с VR-модом. Также экстра-пак аниматроников, которые, насколько я понимаю, никакое отношение к секьюрити-брич не имеют, но сохраняют стиль, не вошедший, можно сказать. И первый аниматроник, по-моему, обладает какой-то невероятной скоростью, какой-то невероятной силой. Да и самое главное, невероятным внешним видом. Просто какие-то супергеройские способности, а вы только посмотрите на этот взгляд. Не стоило близко подходить, но у него какая-то опухоль на торсе, не знаю, что это. Возможно, эта сила его поглощает изнутри. Секундочку, он еще и обращает пули назад, возвращая их тому, кто выстрелил. Я уж подумал, он улетел спасать другие страны. Так, проверка номер два. Нет, сейчас я могу по нему стрелять. Видимо, это тот самый замечательный бластер. Ну уж не знаю, для чего он использовался в оригинальной ЭГЭ. Он поглотил все эти пули. Эти пули сделали только его сильнее. Дополнительная свинцовая мощь. Других объяснений нет. Он все это впитал к тебе. Посмотрите на этого терминатора. Да, похоже, он непобедим. Так, ладно, собственно, анимации у него никаких дополнительных нет. Давайте посмотрим на других ребят. Дэй Кирин. Это, видимо, женский образ солнца и луны. Да, точно такая же анимация, но облик совершенно иной. Уж не знаю, откуда вообще эта моделька. Может быть, это фанатская модель. Но теперь у солнца, видимо, появилась дама сердца, у которой ноги, кстати, отсоединяются. Неотразимая улыбка. Я только сейчас заметил, что ее зубы состоят из шара, на самом деле. Совместно с глазами. После того, как я выстрелил в нее, игра вылетела. Так, ладно, урок усвоен. Женщин больше не трогаем. Похоже, она заявила о харассменте и меня забанили. Тут же кикнули. Также есть Фредди из первого ФНАФ. Видимо, в стиле секьюрити-бридж или просто как бонусный контент. Ну, по-моему, это моделька из предыдущих частей. Хотя суставы у него немного другие, кажется. О, он даже машет меня. Фредди, ты дружелюбный. Похоже, тот, кто портировал эту модельку, имеет приблизительно такой же опыт, как у меня. Все аниматроники, которые я портировал в Бонворкс, например, тоже имеют некоторые проблемы. Но он дружелюбный. Вот черт, он сожрал меня. Что произошло? Блин, я взял его под контроль, сам того не желая. И у него из пуза какая-то дополнительная рука. Да, да, вот что происходит, когда вы берете под контроль NPC в виртуальной реальности. Он как будто меня сожрал, поглотил. И теперь я перевариваюсь в его желудке. И только одна рука. И то, вот, смотрите, часть руки осталась. Да, это сделать я теперь абсолютно ничего не могу. Даже телепортом. О, я как-то вышел. Слава богу. И в руках у меня внезапно появился револьвер. Больше повторения нечто подобного я не хочу. Спринг трап. Та самая моделька, которую мы также видели в Бонворкс. В одной из модификаций. Здесь присутствует анимация ушей, как минимум. Анимация передвижения в простое. И, я думаю, очень много усилий потребуется для того, чтобы его уничтожить. Так что нет смысла даже нападать. Но в научных целях я должен попробовать использовать бластер. Может быть, просто был неудачный выстрел в прошлый раз. Нужно просто подальше от лица держать. Соблюдать меры безопасности, например. Да, похоже, так и есть. Не знаю, почему я в прошлый раз сгорел. Но сейчас все замечательно. Я попадаю в свое противенькое. При этом не нанося себе его. И, по-моему, я вижу вылетающие гильзы. Интересный бластер. Это как напечатанный на 3D-принтере огнестрельный пистолет. Они примерно так и выглядят. И меньше возникает вопрос, когда их кто-то видит. Все думают, что это какая-то игрушка из пластика. Так, ну, спринктрапу абсолютно насрать на меня. Так, ладно, может, нужно подойти поближе. Может быть, он довольно старый. Глухой. Стой! Я бы ему наполевать. Да, и здесь он побольше, конечно. Чем в Бонмодисиации. Бонворкс. Так, ну ладно. Сражаться он со мной не хочет. Действительно, какой-то удивительный экстра-пак. Неоднозначный, я бы сказал. Один аниматроник крашит мне игру. Другой просто не нападает, хотя он агрессивный. И также есть фанатская моделька Глэм Рок Бонни. Хотя, по-моему, мы эту модельку уже видели. Вот он сразу нападает. Спрячусь за спринктрапа. Через его отверстие буду наблюдать. Так, ну, спрятаться получилось. Но ненадолго, конечно. Как только спринктрап сдвинулся, я снова в опасности. Как он щелкает своей челюстью. Или это какие-то брики. Это, похоже, брикуют зубы. Но он не кажется таким опасным. По крайней мере, скорость у него приемлема. Я могу легко убежать. Его моделька начинает сходить с ума. Он, похоже, соединился со спринктрапом. Или что это такое? Веревка марионетки. Как чертовщина происходит с его моделькой. Возможно, эти модельки не вошли в основной пак. Как раз-то из-за проблем. У каждого есть какие-то проблемы. Это как будто дефектные аниматроники. Да, ну, естественно, стрельбу вести по нему бесполезно. Рано или поздно его можно, конечно, уничтожить. Но он просто исчезнет. Эти ребята из NextBot без Раддова, насколько мне известно. Так, ладно, оставим его в одиночестве. И посмотрим на следующего представителя. Это Глэм Рок Фокси. Так, ну это, видимо, тоже фанатская моделька. Вряд ли Глэм Рок Фокси был в Security Breach. Но все элементы у него тоже имеют анимацию. Например, хвост двигается. Также каким-то боком в этом паке затесался Грич Трап. Хотя в Security Breach, насколько я понимаю, он не фигурирует. Замечательная походка. Анимация, по-моему, точно такая же, как у Вэйни. Хотя это непроверенная информация. Да, автор не заморачивался. Анимация идентична. Ничем они не отличаются. И теперь у нас какой-то балетный патруль организован здесь. Последний аниматроник в этом паке. Это поврежденный Фокси. Поврежденный Глэм Рок, видимо, Фокси. Повязка понадобится побольше, чтобы закрыть эту дыру. Такое ощущение, что у него автомобильные двигатели в голове. Ну, по крайней мере, сраку я ему подпалил. Но он доволен жизнью. Доволен собой. Доволен жизнью. Немного крови потерял. В остальном мы чувствуем себя замечательно. Так, ладно, давайте врубим искусственный интеллект. И посмотрим на хаос, который будет твориться. Но все эти ребята вроде как не имеют какую-то большую скорость. И, вероятно, никто из них меня догнать и не сможет. Первым делом меня как раз-то глищ трапы обнаружил. И Венни. Вот это, конечно, у него походка. Два движения. Многогранны. Как это было мило. Групповое объятие. Это была одна из бытовых смертей. Такое происходит. И один из партнеров перестарается. Теперь они прямо очередь организовали за мной. Кто куда, я сматываюсь. Жми. Я забыл, как работает здесь в управлении, все нормально. Теперь я смогу кого-нибудь из них бить. Ой, прошу прощения. На этом закончим. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok